Здравствуйте! Продолжаем изучение Мишны, трактат Роша Шана, первая глава, пятая Мишна. Для возвышения души на Мишну. Прежде чем начнем Мишну, краткое предисловие. У нас в шаббат евреи не делают работы. Есть много видов запрещенных работы. Один из запретов, это не является, собственно говоря, работой, это является одним из запретов в шаббат. Шаббат, это называется тхумин, запрещено выходить за пределы города более чем на 2000 килогтей, то есть примерно больше чем километр за пределы города. Говорит Мишна. Ранее Мишна говорила про то, что свидетелям можно нарушать шаббат в разные периоды, касательно разных месяцев. Можно нарушать шаббат для того, чтобы прийти в Сан-Адрин и просвидетельствовать. Сан-Адрин, когда был храм, находился в Иерусалиме. И говорит Мишна, как если месяц был виден ясно, и если месяц был виден неясно. То есть появляется начало нового месяца, появляется на небе, собственно говоря, новый месяц. И Рам вам говорит, что иногда он появляется, его видно в тот момент, когда заходы солнца, и он находится очень низко. Когда горизонт он красный, когда есть красный заход, его сложно разглядеть. Нужно обладать очень острым зрением для этого. Это называется, что не увиден ясно. В любом случае Мишна нарушают ради него шаббат. То есть свидетелям можно нарушить шаббат и выйти, если они были не в Иерусалиме, а где-то в городе, который на расстоянии менее суток ходьбы от Иерусалима, то им можно выйти за пределы города, чтобы пойти в Иерусалим и просвидетельствовать о том, что они увидели новый месяц. Чтобы Сен-Адрин мог осветить новый месяц, соответственно, речь идет в начале, в предыдущих Мишнах речь идет о периоде до появления постоянного еврейского календаря, до 355 года нашей эры. А Раби Йоси говорит, что если месяц был виден ясно, то тогда не нарушают ради него шаббат. Почему? Потому что очевидно, что в Иерусалиме его тоже увидели, и тогда зачем нужно идти. И тут надо заметить, что разные комментаторы по-разному понимают, что значит виден ясно. То есть Мишнах пишет про облачность, тут вопрос, как живет в Иерусалиме в городе, в Малиадуме, например. И там облачно, и в Иерусалиме в это время ясная погода, откуда можно знать. И поэтому не очень понятно, согласно комментарию Рабам, это очень ясно. Рабам говорит, что если месяц виден не ясно, имеется в виду, что он прямо у линии горизонта виден тогда, когда, в момент близкий к заходу солнца, когда горизонт ярко-красный, так тогда понятно, что и в Иерусалиме он точно так же виден. И вопрос, насколько, где границы, да, то есть тут как бы вопрос сомнений. Мудрецы в Талмуде, мудрецы Мишны, в первую очередь, да, много занимались вопросами сомнений, потому что домишны, как и логично с точки зрения религиозной логики, у тебя есть религия, это что-то, что Бог запретил, у тебя есть малейшее сомнение, ты не делаешь. Так, как, например, я не знаю, если есть сомнения не в религии, а в медицине, да, может быть, лекарство, оно не подходит, может быть, в еде есть яд, понятно, что никто такую еду не будет есть, никто такое лекарство не будет давать, да, потому что, может быть, это убьет человека. Тут с религиозной точки зрения, да, у тебя есть религиозная заповедь, Может быть, ты неправильно ее выполнишь, тогда точно не делай, нельзя нарушать. Мудрецы Мишны, они много занимались вопросами сомнений, они установили границы для того, чтобы можно было более свободно жить. Они как бы сильно облегчили жизнь евреям, которые живут по Торе и дали возможность многое. Мы с этим будем еще много раз в Мишне встречаться и в этом трактате, дай бог, если будем другие учить трактаты. Есть сомнения, по сомнению Мишне установили ему предел и сказали, что здесь мы видим спор, Аллаха, что можно в любом случае. Может быть, кто-то не увидел. Малейшее сомнение, это вопрос общественной значимости, нарушают Шаббат. Свидетелям можно идти в Иерусалим, даже в Шаббат. Спасибо за внимание.